Друзья, всем привет! Вы меня задали вопрос по поводу экзотических фруктов, тех, которые сейчас есть. И вот это, как всегда, в одном из самых интересных, на мой взгляд, магазинов, где представлены продукты со всего света. Чего здесь только нет? И мини-бананы, и финики, разные тамарин, лонган, кстати, очень безумно, очень вкусная история, папайя, есть маракуйя, и многое-многое другое. Ну и, конечно же, один из любимейших вами продукта, который безумно очень популярен и полезен, это авокадо. Здесь несколько видов и сортов авокадо. Один из распространенных хаз. Есть классическая более-менее авокадо, которая нам поставляется из Южной Америки. Есть вот такие вот авокадо, которыми можно гвозди забивать. Кстати, вот как сделать, чтобы с помощью авокадо не забивать гвозди, я как раз сегодня вам и расскажу, потому что я решил подготовить сегодня с вами один очень быстрый, качественный, вкусный, несложный рецепт. Поэтому беру авокадо, креветки и еду к себе домой готовить специально для вас. Я выбрал авокадо, потому что знаю о том, что авокадо многие из вас любят. И это хорошо. Я вам сейчас приготовлю тартар из авокадо с розовыми креветками. Для этого мне понадобятся вяленые томаты, либо паста из вяленых томатов, розовые креветки в собственном соку. Можно не обязательно использовать байби-шримс, можно взять тигровые. Да чего греха таить, есть крабовые палочки, можно их. А если есть крабовое мясо, то можно и крабовое мясо. Сок лайма, зелень, молотый кумин обязательно. Оливковое масло, соль, перец. В первую очередь я вам обещал рассказать, как из деревянного авокадо сделать достаточно спелое авокадо. Ну, зачастую бывает так в магазине, можно встретить. По старой легенде, надо было авокадо завернуть в газету и положить в темное место. А также учили, когда я был молодым поваром, что авокадо надо опустить в муку, и оно там будет созревать. Когда-то это имело место быть, но сейчас уже нет. Скажу честно и откровенно, если у вас вдруг авокадо дубовое, почистите его, возьмите воду, доведите до кипения. Добавьте туда слайс лимона, либо лимонного сока. Приварите авокадо в течение нескольких минут, и потом обдайте его холодной водой для того, чтобы остановить тепловой процесс. Все, можете наслаждаться дальше авокадом. Что касается моего авокадо, конечно же, я купил спелый авокадо, мягкий авокадо. Косточка нам не нужна. Что мы делаем с самим авокадо? Берем ложку и с помощью ложки отделяем. Оп. Теперь что у меня осталось? Одна кожица. То же самое повторяем со второй половинкой. Авокадо очень быстро темнеет. И вот для того, чтобы оно не темнело, конечно же, используют цитрусовый. В данном случае сок лайма будет более интересен и ароматен. Либо можно использовать сок лимона. Даже если вдруг вы сделали гуакамори или вот такое вот авокадо, оставили его в холодильнике, и утром вы увидели, что сверху у вас темная пленка, не переживайте, ничего страшного нет. Это не испортилось авокадо. Возьмите и перемешайте. Но если вам уж так неприятно есть темное авокадо, тогда возьмите, как помните, в холодце. Такой вот был всегда жирочек верхний, когда наши его бабушки либо папа собирали его ножичком. Можете то же самое сделать с этим темным слоем авокадо. Соберите его сверху спокойно. И все. И выбросите. И дальше наслаждайтесь вкусом этого безумно полезного продукта. Потому что в нем достаточно очень много правильных жиров. Также авокадо очень хорошо способствует снижению холестерина. Но я не говорю обо всех других его плюсах. Как и завещали мне великие повара, учителя, надо сразу же сдобрить соком лайма. Теперь я добавляю соль. Сразу же добавляю перец. Добавляю небольшое количество оливкового масла. Я очень люблю кумин. В данном случае лучше всего использовать молотый кумин. Поэтому я беру небольшую щепотку этой замечательной специи. Также, как я говорил, можно взять вяльные томаты, либо можно взять пюре из вяльных томатов. Можно, кстати, взять свежий томат и его просто-напросто кубиком мелким нарезать. Но в целом. И вот теперь, чтобы не резать и не пачкать доски и многое другое, возьмите вилку и просто-напросто возьмите и помните это авокадо вилкой. Кто-то из вас задумался, а почему тартар? Тартар это же должно быть нарезано кубиком. Нет, ребят, тартар это не обязательно должно быть нарезано кубиком. Мы, это повара, давным-давно уже все изменили. И поэтому вот здесь вот будет не пюре, а будет именно такая масса с кусочками. Потому что я же протираю, точнее разминаю вилкой. Могу честно сказать, что можно еще добавить чеснока, если вы любите. У меня просто сегодня романтическое настроение, и я уверен, что у меня будет и вечер такой. Поэтому мне что-то чесночка сегодня не хочется. Так, обязательно надо попробовать. Отлично. Ну и добавить зелень. Можно добавить петрушку, можно добавить кинзу. Кинза будет более ароматна. Если свежей кинзы нет, можно взять сухую кинзу. Если того и другого нету, возьмите ту зелень, которая есть. Но ни в коем случае не берите укроп. Уж лучше всего петрушку. Друзья, как я вам заявил с самого начала, что я буду готовить тартар из авокадо с розовыми креветками. Розовые креветки, они уже готовы. Они, как правило, продаются в баночках в собственном соку. Ваша задача посмотреть просто на банку, если она не мутная. Если вы видите креветочки в них, знаешь, все нормально. Отделяете креветки от рассола. И у вас получаются нежнейшие, вкуснейшие креветки. А дальше делать техники. Берем любую посуду. Лучше всего, если она будет красивая, глубокая посуда. К этому блюду, кстати, можно подать хрустящие тосты из хлеба, либо хлебцы. Очень хорошо подойдут. Капелька оливкового масла. По желанию можно подать к этому блюду лайм. Но это будет уже слишком кисло. А мне хочется подать какую-нибудь красивую, ну и, конечно же, в меру полезную микрозелень. Итак, друзья мои, у меня получилось вот такое вот шикарное блюдо. Тартар из авокадо с розовыми креветками. И еще маленький, скажем так, десертик для вас. Хотите иметь в Метри Кэшн Керри скидку 15% с 12 сентября по 4 октября? Без проблем. Промокод ИВЛЕВШЕФ. И да будет вам вкуснота. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.